Учителя тоже люди или нет? Педагога из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из-за фотографии в сети. Причина скандала ее снимки, которые администрация школы посчитала слишком откровенными. Это далеко не первый случай, когда излишний консерватизм рушит карьеры и даже судьбы людей. Обсудим эту тему с нашими гостями. В студии Ольга Войновская, доцент факультета психологии КФУ, практикующий психолог Лариса Мыцикова, учитель высшей категории, учитель-методист. Кроме того, мы свяжемся с Марией Трубиной, журналистом из Барнаула. Она расскажет о том, были ли у директора школы другие мотивы, чтобы уволить Татьяну. И также ждем звонков телезрителей в студию. Лариса, или все-таки на школьный манер Лариса Ивановна будет привычной. Лариса Ивановна, разве учителя не имеют право на личную жизнь? Вы выкладываете фотографии в социальных сетях? Выкладываю, но очень аккуратно, потому что, во-первых, это уже возраст не то, чтобы выкладывать, но я с удовольствием смотрю на те фотографии, которые выкладывают коллеги. Они доступны, красивы, они молоды. Но вы видели фотографии вашей коллеги из Барнаула, Татьяны Купшениковой? Да, видела, конечно. Прекрасная фигура, спортсменка с медалями, с грамотой. Человек, который ведет здоровый образ жизни, который может служить образцом для подражания. Она же не занимается наркоманией, она не сфотографирована в каком-то недозволенном виде на этой фотографии. Она не пьет, у нее нет в руках ничего того, что запрещалось бы. И еще, это в ее свободное время, это не в учебное время, не в ущерб урокам или в ее профессиональной деятельности было сделано. Каждый человек имеет свой, раньше имел альбом, а сейчас имеет свои инстаграммы, выкладывает где свои фотографии. И это его право. Если человек посторонний туда заглянул, то он не должен все из этого делать вот такой сыр-бор. Ну, по сути, такой сыр-бор все-таки мы получили. Ольга, вопрос, который я задал Ларисе Ване насчет публикации фотографий в социальных сетях, вам задавать не буду, потому что я подписан на ваш инстаграм, прекрасно знаю, что там происходит. Знаю, что многие студенты ваши тоже подписаны. Но почему такая позиция? Не всего общества нет, а вот конкретных отдельных консерваторов, наверное, назовем так, этих людей. Что это, комплексы или действительно переживания за людей, за детей, за моральный облик педагогов? Ну, вы знаете, на самом деле эта проблема, конечно, есть. Она просто выстрелила совершенно не в том месте. И вот частично я не соглашусь, Лариса Ивановна, в каком месте? Дело в том, что когда у нас были в нашей молодости альбомчики «Дома», они были дома и смотрели их очень интимно в семье. А когда сейчас любой школьник может зайти к тебе и прикоснуться к твоей частной жизни, это уже не есть хорошо в том плане, что нужно понимать психологию школьника, который всегда имеет пристальный интерес к личной жизни учителя. В чем одето, где сидел, что там обедал, а тем более вот в купальниках. Но только не об этом сейчас в купальнике речь идет. В принципе, вот обнаженные учителя в купальниках, может помните, несколько лет назад был случай, когда учительница подрабатывала стриптизершей. Вы понимаете, где грани вот эти вот? В данном случае просто промахнулись совершенно. Это спорт, это спортивный костюм, и человек показал себя как образец. Но то, что действительно существуют проблемы, когда учителя показывают сексуальную сторону свою, это недопустимо. Я предлагаю посмотреть на эту условно-сексуальную сторону, да, господин режиссер, если у нас есть возможность на плазму вывести Татьяну в купальнике. Вот мы прекрасно видим эти несколько фотографий, одна из них, вот пожалуйста, закрытый купальник, где действительно Татьяна занимается закаливанием. И вот это та самая пресловутая фотография в платье, собственно, в таких танцоры спортивных танцев выступают, да. Честно говоря, вот с моей позиции я абсолютно не понимаю, из-за чего все это произошло. Но, тем не менее, Лариса Ивановна, на ваш взгляд, что-то предосудительное в такого рода фотографиях есть? Я считаю, что нет. И хочу с вами поспорить по поводу того, что дети очень пристально наблюдают за жизнью учителей. Работаю не первый год в школе и знаю, что, да, действительно, наша внешность очень за нами следят. И дети очень наблюдают, в чем мы, как мы одеты и так далее. Но мне кажется, что в наши вот эти вот инстаграмы не они, а больше родители заглядывают туда. Что касается еще, наши дети, кроме этих фотографий, видят очень много в интернете того, что недозволено. Вот я сегодня шла с работы, и стоят двое мальчиков и разговаривают. И только хорошо, что родителей дома нет. Я буду сидеть в интернете, играть во что хочу, но, естественно, что и смотреть, что хочу, потому что там выскакивает много. Далее, к нам в первый класс приходят девочки, которые раньше мечтали стать мамами, врачами, учителями. А сейчас они мечтают стать невестами сразу. Почему? Потому что это время такое пришло, потому что поменялись, наверное, ценности немного другие. И, возможно, мы уже забыли, что можно, что нельзя, что красиво, что переступает. И вот если в купальнике это плохо, а тогда наши спортсмены, они же тоже в купальниках. И на них тоже смотрят дети. Лариса Ивановна, я могу вам привести кучу примеров. Я думаю, мы чуть-чуть дальше... Хотя чего чуть дальше? Давайте покажем пример известных звезд наших, кандидатов даже в депутаты Госдумы. И даже в президенты. Вот, пожалуйста, Волочкова. Все мы знаем эти различные амплуа. Не только таким образом, но и вот таким, например. Это звезда, люди, на которых молодежь, в принципе, равняется, которым хочет подражать. Вот, сообща, кандидат в президенты. В принципе, в кавычках, ничего предосудительного. Ну, девушка в короткой юбке, в колготах, но, тем не менее, кандидат в президенты. Вот пример. Хорошо, что хотят просто стать невестами, а не учителем по совместительству стриптизером. Я к чему об этом сказала, что если жаловаться на и требовать, чтобы уволили учителя, то, наверное, может быть, требовать, чтобы наши звезды не позволяли себе такого каждый день с экрана в телевидении. А как такое, вот, Ольга, просто я, насколько я понимаю, вот взять Древнюю Грецию, да, кстати, курс проходим, да, по истории. Школьники все это знают, статуи. Господи, там все видно. Стоит ли скрывать запретный плод сладок? Может быть, надо просто грамотно это все объяснять? Посмотрите, это совершенно разные вещи. Имидж учителя – это одно, а то, что вот доступ в современном мире и в интернет, и вообще даже на улицу выйти, можно смотреть со всяких разных пошлостей. Учитель – это все-таки пример. И вот тот, кто выбирает профессию учителя, четко отдает себе отчет, что он учитель 24 часа в сутки. Он не может появиться пьяный на публике, он не может появиться ни в пристойном виде, нигде. Потому что речь не идет только вот о учебном процессе, да, вот в школе, а речь идет о том, что для того, чтобы наше поколение захотело стать не невестами, а учителями, они должны рисовать образ учителя, как какую-то глубину. И это актуальным остается, как бы это наивно ни звучало банально, это актуально и сейчас. Поэтому за имидж учителя нужно бороться. Понятно, что у учителей есть очень много других проблем. Когда старшеклассницы одеваются гораздо дороже, чем учитель, и красивее, и моднее, и этим фрустрируют того же учителя. Но вот деловой стиль, дресс-код, образец, как внутренний, так и внешний, а эти вещи очень связаны. За это нужно бороться. И я знаю массу психологических механизмов, которые за это отвечают. Ученик, который обесценил учителя, он не будет и предмет учить, и всю эту профессию он будет смотреть на это сверху вниз. Ольга, ну главное, чтобы эта борьба не переходила границы, как с тем же примером в Барнауле. Я предлагаю посмотреть цитату директора, что директор сказал на эту ситуацию, как она прокомментировала. Вот так только проститутки, прошу прощения, одеваются и фотографируются каблуки, платья выше колена, и все на показ. Кого завлекаете, не имеете права носить звание педагога, понятно, на репутацию школы пятно. Неудивительно, что мальчики, ученики влюблены, так и до педофилии недалеко. Вот, честно говоря, после той фотографии, которую мы увидели в купальнике или в платье до фотографии, но, может быть, директор с перебором, наверное, отнеслась, как вы считаете, Лариса Ивановна? Да, я считаю, что с перебором. А может, директор в этом случае нарушает морально-этический облик? Безусловно, безусловно, потому что если это человек воспитанный, образованный, директор, занимающий свой пост, он не имеет права так открыто говорить. Это раз. И с чем я не согласна? 24 часа в сутки быть учителем. А когда же набираться сил для того, чтобы снова на следующие сутки прийти и поработать с этими детьми? Что-то им дать? Сухомлинский, великий украинский педагог, он говорил о том, что это самая тяжелая профессия. Назаваленная бумагами, ненужными, это тогда он говорил, 60-е годы, 70-е, что сейчас говорится вообще тяжело. Но он говорил о чем? Что у каждого педагога должно быть свое свободное время. Вот вы знаете, кто-то в свое свободное время занимается экстремальными видами спорта. И, кстати сказать, морожевание – это экстремальный вид спорта. Не каждый пойдет на такое, чтобы в холодное время года заниматься им. Кстати, насколько я знаю, Татьяна приобщала и своих учеников тоже к этому, к закаливанию, регулярно их брала с собой. Поэтому, я думаю, она в большей степени даже достойна восхищения. Но вот касательно… Ольга, вы знаете, я тоже готов с вами поспорить. 2-4 часа в сутки учитель обязан быть учителем. Действительно. А как же личная жизнь? А вот другие профессии? Кто еще должен? Медик? Должен? Журналист? Должен… Ну, нужно правильно понимать, мой образ. Это образ души и образ восприятия мира. Это ответственность, которая ты уже такой изначально. Ты и дома. Если ты порядочный, воспитанный человек, ты и дома такой, и в ресторане ты такой, и с детьми ты такой, и с друзьями такой. И с голым торсом ты такой, и не с голым торсом ты такой. Смотрите, я ни в коем случае не против этой девочки, только за. Вот она лично, образец, это, во-первых, мы даже видим там, где она в платье, там снег. Это закаливание. Речь идет вообще не об этой проблематике. Я ни в коем случае не подумайте, что я против этого снимка. Мы знаем другие проблемы, когда учителя, особенно младших классов, показывают свою сексуальность. Здесь никакой сексуальности не было продемонстрировано. Здесь был продемонстрирован спорт в определенной спортивной форме. Но я говорю о недопустимости показывать учителю даже в нерабочее время. Мы долго даже спорили о том, когда учителя курят в присутствии учеников. Мы говорили даже на каких-то передачах, что вот за школу повернулась, и учительница курит. И прибегают дети домой и говорят, мама, ты представляешь, я видел, наша учительница курит. Для него это шок. Вот вы понимаете, мы же психологи, мы же работаем и с мамами, и с учениками. Ну я, кстати, преподаю 20 лет. В принципе, я понимаю, о чем я говорю. Я за 20 лет ни разу на улекции джинсы не одела. Вы понимаете? Не потому, что я просто понимаю, как это смотрится, уважение к вузу, к школе, к студенту. И вот облик педагога, я сейчас говорю не только о моральном, но и о физическом, да, той же одежде, он регламентируется какими-то документами, Лариса Ивановна? Нет. Вот есть предписывающие правила условно, что нельзя носить джинсы? Нет, не предписываются. По крайней мере, у нас таких документов я не видела. А у вас, Ольга? Нет, конечно. Может, у вас по-другому? Нет, у нас все можно. Это вопрос понимания своей профессии. Вы понимаете, это внутреннее отношение к этому. Нет, конечно, у нас вообще наоборот сейчас это как бы удобно. Я никого не осуждаю. Но внутренний вот этот стержень, кто ты, вот что ты выбрал, какой ты путь выбрал. Я слабо представляю священника, который на литургии он священник, а после литургии он в купальнике. Я слабо себе это представляю. Учитель – это нечто святое. Тут нужно быть очень тонко. За нами стоят дети. Поэтому я отстаиваю на позиции, что свою свободную жизнь в виде сексуализации, какое-то пускание детей в интимную сферу учителя – это недопустимо. Я очень в этом уверена. Ну, знаете, в таких вопросах существуют и какие-то гендерные, наверное, особенности. Потому что когда девушки что-нибудь такое, вот такие фотографии особые, да, хотя ничего там по сути такого нет, выкладывают в социальные сети, это вызывает сразу ажиотаж в общественности, какие-то осуждения. Когда это делают парни или мужчины, то это в порядке вещей. Я попрошу режиссера вывести на плазму. У нас там есть учитель-мачо. Да, вот, собственно, молодой человек, да, прекрасное тело, молодец занимается. Учитель английского языка. Проходил практику за рубежом. Прекрасные знания. Отличный подход к ученикам. В этом случае ничего предусвидительного нет. Это далеко не самая такая откровенная… Ольга, засмотрелись, да? Это далеко не самая откровенная фотография, но, тем не менее, вот почему, когда женщина выкладывает фотографию там в купальнике, неважно, в нижнем белье, ну, излишне откровенную, если она педагог, то это осуждение, в данном случае восхищение. Почему? Потому что мамы завидуют учеников, а вторые, наоборот, восхищаются? Как так? По всей вероятности, так. Как вы считаете, Светлана? Вы знаете, что хочу сказать, что и с вами поспорить. Ведь Пушкин сказал, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Вот все, вот вокруг этой девушки, учителя, развернулась такая борьба, ее травили, она уволилась. Но я нигде не прочитала ни одного отзыва, ни директора, ни ее коллег. А как она преподавала? Мы только судим по купальнику, что она в купальнике, а какие-то результаты ее работы. Ведь она же не ходила в школу в этом, правильно? Вы согласитесь? И мы не видели, в чем она ходила в школе, на основании чего ее так оскорбил директор. Ну, давайте, мы можем попытаться разобраться в этом вопросе, потому что у нас есть возможность связаться с Марией Трубиной. Она редактор рубрики «Культура информационного портала ТОЛК». Журналист именно, она вот занималась разрабатыванием этой темы. Мария, добрый день. Здравствуйте. Уже вечер, да. Мария, у вас так, наверное, уже и ночь, да? Учитывая разницу. Вот скажите, у директора гимназии были какие-то другие мотивы для того, чтобы уволить Татьяну? Вам удалось выяснить, какие? Вот смотрите, тут очень интересная ситуация сложилась, потому что, как пояснила директор свою позицию, к ней обратились родители. Но когда вся эта шумиха поднялась, именно родители встали на защиту учителя. И они сказали, что им не нужен другой преподаватель, они хотят работать с ней. То есть, по сути, родительский комитет, их устраивала именно ее работа. И претензий к ней не было. И опять же, то есть, если у родителей возникают какие-то вопросы к учителю, они собирают, организуют встречу, проводят собрание, и это все решают. В данном случае ничего этого не было. То есть, что там были за претензии на самом деле, были ли они от родителя, они от коллеги, они от директора, это непонятно. То есть, кто написал эту жалобу на учительницу, сейчас не ясно. Мария, а если говорить об отношении того же Министерства образования вашего края, какое оно к этой ситуации, к Татьяне? Насколько я знаю, ее уже трудоустроили. Министр образования свою позицию высказал. Он считает, что учителя в первую очередь должны пропагандировать здоровый образ жизни, чем и занималась Татьяна. Потому что это были не просто фотографии в купальнике с какого-то отдыха, из сауны, я не знаю, из бани и прочее. Это были фотографии в поддержку универсиады зимней. Они были сделаны по просьбе как раз администрации. То есть, это не ее решение даже было. И там слитный купальник, да, спортивный абсолютно. То есть, там нет ничего лишнего. И фотографии вполне пристойные. Собственно, министр образования, он это подтвердил. И сказал, что на самом деле было бы прекрасно, если бы все учителя как раз пропагандировали здоровый образ жизни. Как раз не курили бы за школой, да. Не выкладывали фотографии с какими-то там алкогольными напитками. А вот именно занимались спортом и показывали детям, что если ты будешь заниматься спортом, ты будешь выглядеть отлично. Потому что Татьяна все-таки, вот ее называют сейчас у вас девушка-девушка, она очень взрослый человек. У нее очень взрослый сын. Уже есть, он заканчивает школу, он дает ЕГЭ. То есть, эта женщина 40 лет. И она выглядит просто великолепно. Татьяна, спасибо, уверен, что в этой ситуации разберутся уже окончательно в вашем крае. Благодарю за комментарии, за ваше расследование. Господа, ну действительно, насколько я знаю, достаточно взрослый сын, он сейчас заканчивает школу. И возникли у него даже какие-то сложности с этим. И с этим, опять же, какие-то предвзятые отношения. А такое свойственно внутри администрации школы? Свойственно. И еще, что я хочу сказать, вот это вот то, что сейчас нам сказали. Теперь не найдут концы кто. Поднял эту бучу, кто пожаловался. Вот это самое страшное. Это еще идет где-то, наверное, из 30-х годов прошлого века. Когда доносили друг на друга, человек не понравился по каким-то причинам. Может быть, не угодил. Может быть, директору не то что-то сказал. Может быть, какому-то родителю сделал замечание. Может быть, не ту оценку выставил. В результате вот это разгорелось. Таких фотографий, мне кажется, если посмотреть в интернете, очень много. И даже учительских. И я категорически против того, что на отдыхе нельзя фотографироваться и нельзя потом выкладывать. Сейчас все ездят, выкладывают, фотографируются в каких-то экзотических местах. Но неужели они приедут там на Бали или еще куда-нибудь и будут в шубе стоять, фотографироваться на берегу. Хочу сказать, у нас даже президент во время своего отпуска верхом на медведе был с голым торсом. Он и скачет на коне, и загорает. Может быть, на него тоже напишем? Ольга, ну а вот здесь у меня вопрос. Я хотел бы все-таки разобраться в этом гендерном неравенстве. Когда вот парень, это нормально. Когда девушка, это вроде как ненормально. Но с другой стороны, я тоже смотрел на этого молодого педагога. Вроде как он показывает действительно спортивный пример, стыдит своим телом за правильным питанием, и подход у него к образованию абсолютно правильный. А с другой стороны, почитал комментарии возмущенных мам, которые также засматриваются на него, и которые переживают за своих дочек. А вот у школьниц, да, у них же как раз происходит процесс формирования, да, излишняя влюбчивость. Ведь действительно это может как-то негативно сказаться? Ну, совершенно верно. Совершенно верно, Саша, вы говорите. Ну, давайте начнем с того, что я, во-первых, не согласна с тем, что здесь гендерный аспект существует, и то, что это приемлемо в то фото, которое мы сейчас смотрели. Поясню. Потому что одно дело, когда есть бодибилдеры, и вот они показывают свое тело в определенной позе, показывая определенные мышцы, это целая там культура. Но данное фото было показано явно с сексуальным оттенком. То есть вот такие фото мы знаем, что там определенного рода журнал из типа Максим. То есть это сексуальное было опять фото. Ну, мне знаете, за что обидно? Неужели нам детей нужно уже мотивировать любым путем, лишь бы только они учились? Вы понимаете, это совершенно уже другая проблема. Поэтому это не демонстрация спорта была, а вот такое некоторое соблазнение. И вот хотите, чтобы я вам понравлюсь, вы мне понравились, вы учите домашние задания. Это, конечно, никуда не годится. Я думаю, что я тут никого не осуждаю, но я считаю, что вот это не гендерный вопрос, а вот это фото тоже, если он учитель, навряд ли оно должно быть. Да, но с другой стороны, неужели педагог в таком случае должен давить где-то свою, в том числе, сексуальность? Неужели педагог не может быть красивым в этом случае? Лариса Ивановна. Я с вами вполне согласна, что не должен это давить, потому что у нас что в школах в основном, кто женщины, девушки, так, и если они работают в школе и остались, им нравится работа, они любят детей, любят свою профессию, они чаще всего остаются одиночками, потому что, а где они проявят свою сексуальность? Ольга, вот хорошо, они влюблены в детей. Ольга, а если дети влюблены в педагога в этом случае? Ну, Саша, все-таки я на правах психолога, да? Хочу сказать, что мы четко понимаем механизмы, которые затронуты у детей, у подростков в подростковом возрасте. Ведь поговорить даже с любым взрослым мужчиной, он вспоминает, как он в подростковом возрасте влюблялся в свою учительницу, но при том она была достаточно скромно одета. То есть там фантазий больше, чем вы себе можете представить. Поэтому одно дело быть женственной, а другое дело быть сексуальной. Сексуальная женщина должна быть только для своего мужчины или там для партнера, или в момент поиска. Это вещи категорические в системе образования недопустимы. Мы прямо сегодня на эту тему сильно спорим. Это должно быть прикрыто от учеников, от школы и от студентов даже. Но вот в этом случае это касается исключительно профессии педагога или каких-то других? Я именно говорю о педагогах. А в целом медики, допустим. Потому что мы знаем, такие же случаи были. Это совершенно разные вещи. Но были случаи, когда увольняли медиков. Медсестра, доктор, специалист, профессионал, хороший, но она где-то опубликовала свою фотографию, где-то, может, в нижнем белье, допустим, в том же Инстаграме, и в итоге ее увольняют. Это другой вопрос. Вот здесь я готова разговаривать совершенно в другом русле. То есть вы разграничиваете то, что касается детей и все остальное? Учитель – это очень большая ответственность. И личный пример. Лариса Ивановна, а вы когда-нибудь сталкивались с подобным особым отношением из-за внешности в момент начала своей карьеры или в принципе? Да. Как это было? Как это было? Это была девятая школа, которая находилась на герой Аджимушкайе. И я еще студентка была, заканчивала последний курс, и меня пригласили работать в эту школу. И ребята, которые там были, очень многие были в меня влюблены. Это было нормально. Они меня называли на «ты», хотя я очень обижалась. Они говорили, что у нас друзья старше тебя, говорили. И все это обошлось, все было нормально. Дело в том, что это нормальное явление. Вспомните весну на Заречной улице. Пусть там взрослые люди, взрослые рабочие ребята. Это тоже, это всегда было. Это действительно так. Я не соглашусь с вами. Нельзя, может быть, мы о разных вещах говорим. Если человек по своему характеру, все равно, если мужчина, они очень редко приходят к нам в школу, а девушки, тем более, сейчас тем более они приходят уже. Но если пришли, и если у нее характер веселый, хохотушка, которая заводит, которая это сексуально считать или нет? Нет, конечно. Это разные вещи. Да, мы, видимо, говорим, чуть-чуть апеллируем разными понятиями. То есть быть интересной женщиной, женственной, веселой, общительной, открытой – это одно. А сексуальность – это понятие, когда речь идет о демонстрации себя в целях привлечения определенного внимания с определенной целью. Ольга, а вас когда-нибудь влюблялись ваши студенты? Я думаю, конечно. Ну, судя по смеху, да? То есть вы проявляли сексуальность? Нет, смотрите, это вопрос, про сексуальность просто закрыт. Во-первых, наши студенты в основном девушки. Но на межфак влюблялись в мой предмет. В мой предмет. То есть я могла так рассказать предмет, о своем предмете. Вот я считаю это одним из таким, может быть, важным аспектом преподавателя, что реально говорили, что влюблены не в меня, а в мой предмет. Это да. Господа, ну, как говорится, лишь бы педагог был хороший. Я абсолютно согласен с этой фразой. Главное смотреть, какие знания дают нашим деткам. Главное, чтобы где-то не перегибали палку. Но и, собственно, администрация школ, да, таким образом все-таки тоже не влияла на хороших, правильных педагогов, которые пытаются приобщить детей, в том числе к здоровому образу жизни. Я благодарю вас за беседу, зрители за внимание. Увидимся с вами на следующей неделе в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова